Вот уже полтора месяца, как я в крепости Н Максим Максимович ушёл на охоту Я один Сижу у окна Серые тучи закрыли горы до подошвы Солнце сквозь туман кажется жёлтым пятном Холодно Ветер свищет и колеблит ставни Скучно Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями Перечитываю последнюю страницу Смешно Я думал умереть Это было невозможно Я ещё не осушил чаши страданий И теперь чувствую, что мне ещё долго жить Как же прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти Ни одной черты, ни одного оттенка не стёрло время Я помню, что в продолжении ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты Писать я не мог долго Тайное беспокойство мною обладело С час Я ходил по комнате Потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе То были шотландские пуритани Я читал сначала с усилием Потом забылся, увлечённый волшебным вымыслом Неужели шотландскому барду на том свете Не платят за каждую отродную минуту, которую дарит его книга? Наконец, рассвело Нервы мои успокоились Я посмотрел в зеркало Тусклая бледность покрывала Лицо моё, хранившие среды Мучительной бессонницы Но глаза Хотя окружённые коричневую тенью Блистали гордо и неумолимо Я остался доволен собою Велев седлать лошадей Я оделся и сбежал к купальне Погружаясь в холодный кипяток нарзана Я чувствовал, как интересные душевные силы мои возвращались Я вышел из ванны Свеж и бодр, как будто собирался на бал После этого говорите, что душа не зависит от тела Возвратясь, я нашёл у себя доктора На нём были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку Под огромной косматой шапкой У него лицо вовсе не воинственное А в этот раз оно было ещё длиннее обыкновенного «Отчего вы так печальны, доктор?» Сказал я ему «Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет С величайшим равнодушием?» «Вообразите, что у меня желчная горячка Я могу выздороветь, могу и умереть То и другое в порядке вещей Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью Вам, ещё неизвестной И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени Вы можете надо мной сделать теперь несколько важных Физиологических наблюдений Ожидание насильственной смерти Не есть ли уже настоящая болезнь?» Эта мысль поразила доктора И он развеселился Мы сели верхом Вернер уцепился за поводья обеими руками И мы пустились Мигом проскакали мимо крепости через слободку И въехали в ущелье, по которому велась дорога Полузаросшая высокой травой И ежеминутно пересекаемая шумным ручьём Через который нужно было переправляться вброд К великому отчаянию доктора Потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась Я не помню утро более голубого и свежего Солнце едва выказалось из-за зелёных вершин И срияния первой теплоты его лучей С умирающей прохладой ночи Наводило на все чувства какое-то сладостное томление В ущелье не проникал ещё радостный луч молодого дня Он золотил только верхи утёсов Висящих с обеих сторон над нами Густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах При малейшем дыхании ветра Осыпали нас серебряным дождём Я помню в этот раз Больше, чем когда-нибудь прежде Я любил природу Как любопытно всматривался я В каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном И отражавшую миллионы радужных лучей Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль Там путь всё становился уже Утёсы синее и страшнее И, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной Мы ехали молча Написали ли вы своё завещание? Вдруг спросил Вернер Нет А если будете убиты? Насредники отыщутся сами Неужели у вас нет друзей Которым бы вы хотели послать своё посреднее прости? Я покачал головой Неужели нет на свете женщины Которые вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Хотите ли, доктор? Отвечал я ему Чтоб я раскрыл вам мою душу Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают Произнося имя своей любезной И завещая другу Клочок напомаженных или ненапомаженных волос Думая о близкой и возможной смерти Я думаю об одном себе Иные не делают и этого Друзья, которые завтра меня забудут Или хуже Возведут на мой счёт Бог знает какие небылицы Женщины Которые обнимают другого Будут смеяться надо мною Чтоб не возбудить в нём ревности к усопшему Бог с ними Из жизненной бури Я вынес только несколько идей И ни одного чувства Я давно уж живу не сердцем, а головою Я взвешиваю, разбираю Свои собственные страсти и поступки Строгим любопытством Но без участия Во мне два человека Один живёт В полном смысле этого слова Другой мыслит И судит его Первый Быть может через час Проститься с вами и миром навеки Во второй Второй Посмотрите, доктор Видите ли вы На скале направо Чернеют три фигуры Это, кажется, наши противники Мы пустились рысью У подошвы скалы в кустах Были привязаны три лошади Мы своих привязали тут же А сами по узкой тропинке Взобрались на площадку Где ожидал нас Грушницкий С Драгунским капитаном И другим своим секундантом Которого звали Иваном Игнатьевичем Фамилии его Я никогда не слыхал Мы давно уж Вас ожидаем Сказал драгунский капитан С иронической улыбкой Я вынул часы И показал ему Он извинился Говоря, что его часы уходят Несколько минут Продолжалось затруднительное молчание Наконец доктор Прервал его Обратясь к Грушницкому Мне кажется Сказал он Что показав оба Готовность драться И заплатив этим долг Условиям чести Вы бы могли, господа Объясниться И кончить это дело полюбовно Я готов Сказал я Капитан Мигнул Грушницкому И этот Думая, что я И все Что я могу Для вас сделать То будьте уверены Вот Мои условия Вы нынче же Публично Откажетесь От своей клеветы И будете просить У меня Извинения Милостивый государь Я удивляюсь Как вы смеете Мне предлагать Такие вещи Что ж я вам мог Предложить Кроме этого Мы будем стреляться Я пожал плечами Пожалуй Только подумайте Что один из нас Непременно будет Убит Я желаю Чтобы это были Вы А я так уверен В противном Он смутился Покраснел Потом принужденно Захохотал Капитан Взял его под руку И отвел в сторону Они долго шептались Я приехал В довольно миролюбивом Расположении духа Но все это Начинало меня бесить Ко мне подошел доктор Послушайте Сказал он С явным беспокойством Вы верно забыли Про их заговор Я не умею Зарядить пистолета Но в этом случае Вы странный человек Скажите им Что вы знаете Их намерения И они не посмеют Что за охота Подстрелят вас Как птицу Пожалуйста Не беспокойтесь Доктор И погодите Я все так устрою Что на их стороне Не будет Никакой выгоды Дайте им Пошептаться Господа Это становится Скучно Сказал я им Громко Драться Так драться Вы имели Время Вчера Наговориться Мы готовы Отвечал капитан Становитесь Господа Доктор Извольте Отмерить Шесть шагов Становитесь Повторил Иван Игнатьевич Пескревым голосом Позвольте Сказал я Еще одно Условие Так как Мы будем Драться Насмерть То мы Обязаны Сделать Все возможное Чтобы это Осталось Тайною И чтоб Секунданты Наши Не были В ответственности Согласны Совершенно Согласны И так Вот что я Придумал Видите ли На вершине Этой отвесной Скалы Направо Узенькую Площадку Оттуда До низу Будет Сажен Тридцать Если не больше Внизу Острые Камни Каждый Из нас Станет На самом Краю Площадки Таким образом Даже легкая Рана Будет Смертельна Это Должно Быть Согласно С вашим Желанием Потому что Вы сами Назначили Шесть Шагов Тот Кто Будет Ранен Полетит Непременно Вниз И разобьется В дребезги Пулю Доктор Вынет И тогда Можно будет Очень легко Объяснить Эту Скоропостижную Смерть Неудачным Прыжком Мы Бросим Жребий Кому Первому Стрелять Объявляю Вам Заключение Что иначе Я не буду Драться Пожалуй Сказал Капитан Посмотрев Выразительно На Грушницкого Который Кинул Головой В знак Согласия Лицо Его Ежеминутно Менялось Я его Поставил В затруднительное Положение Стреляясь При обыкновенных Условиях Он мог Целить Мне В ногу Легко Меня Ранить И удовлетворить Таким образом Свою месть Не отягощая Слишком Своей совести Но Теперь Он должен Был Выстрелить На воздух Или Сделаться Убийцей Или Наконец Оставить Свой Подлый Замысел И Подвергнуться Одинаковой Со мною Опасности В эту минуту Я не желал Быть На его Месте Он Отвел Капитана В сторону И стал Говорить Ему Что-то С Большим Жаром Я видел Как Посиневшие Губы Его Дрожали Но Капитан От него Отвернулся С презрительной Улыбкой Ты Дурак Сказал Он Грушницкому Довольно Громко Ничего Не понимаешь Отправим Те же Господа Узкая Тропинка Вела Между Кустами На Крутизну Обломки Скал Составляли Шатки Ступени Этой Природной Лестницы Цепляясь За кусты Мы Стали Карабкаться Грушницкий Шел Впереди За ним Его Секунданты А потом Мы С доктором Я Вам Удивляюсь Сказал Доктор Пожав Мне Крепко Руку Дайте Пощупать Пульс Ого Лихорадочный Но На лице Ничего Не Заметно Только Глаза Не Не Падайте Заранее Это Дурная Примета Вспомните Юлия Цезаря Примечание По преданию Юлий Цезарь Оступился По дороге В Сенат Секунданты Секунданты Цепь Ледистых Верс Между Которых Уж Бродили Волокнистые Облака Набежавшие С востока Я Подошел К краю Площадки И посмотрел Вниз Голова Чуть-чуть У меня Не закружилась Там Внизу Казалось Темно И холодно Как В гробе Мшистые Зубцы Скал Сброшенных Грозою И Временем Ожидали Своей Добычи Площадка На которой Мы должны Были Драться Изображала Почти Правильный Треугольник От Выдавшегося Угла Отмерили Шесть Шагов И решили Что тот Кому Придется Первому Встретить Неприятельский Огонь Станет На самом Углу Спиною К пропасти Если Он Не Будет Убит То Противники Поменяются Местами Я Решил Предоставить Все Выгоды Грушницкому Я Хотел Испытать Его В Душе Его Могла Проснуться Искра Великодушия И Тогда Все Устроилось Бы К Лучшему Но Самолюбие И Слабость Характера Должны Были Торжествовать Я Хотел Дать Себе Полное Право Не Щадить Его Если Бы Судьба Меня Помиловала Кто Не Заключал Таких Условий Своей Совестью Брось Брось Жребий Доктор Сказал Капитан Доктор Вынул Из Кармана Серебряную Монету И Поднял Ее Кверху Решетка Закричал Грушницкий Поспешно Как Человек Которого Вдруг Разбудил Дружеский Толчок Орел Сказал Я Монета Взвелась И Упалась За меня Все Бросились К ней Вы Счастливы Сказал Я Грушницкому Вам Стрелять Первому Но Помните Что Если Вы Меня Не Убьете То Я Не Промахнусь Даю Вам Ему Было Стыдно Убить Человека Безоружного Я Глядел На Него Пристально С Минуту Мне Казалось Что Он Бросится К Ногам Моему Моляя Прощение Но Как Признаться В Таком Подлом Мы Ему Оставалось Одно Средство Выстрелить На Воздух Я Был Уверен Что Он Выстрелит На Воздух Одно Могло Этому Помешать Мысль Что Я Потребую Вторичного Поединка Пора Шепнул Мне Доктор Дергая За Рукав Если Вы Теперь Не Скажете Что Мы Знаем Их Намерение То Все Пропало Посмотрите Он Уж Заряжает Если Вы Ничего Не Скажете То Я Сам Не За Что На Свете Доктор Отвечал Я Удерживаю Его За Руку Вы Все Испортите Вы Мне Дали Слово Не Мешать Какое Вам Дело Может быть Я Хочу Быть Убит Он Он Посмотрел На Меня С Удивлением О Это Другое Только На Меня На Том Свете Не Жалуйтесь Капитан Между Тем Зарядил Свои Пистолеты Подал Один Грушниц Кому С Улыбкою Шепнув Ему Что-то Другое Мне Я Стал На Углу Площадки Крепко Упершись Левой Ногою В Камень И Наклоняясь Немного Наперед Чтобы В Случае Легкой Раны Не Опрокинуться Назад Грушниц Стал Против Меня И По Данному Знаку Начал Поднимать Пистолет Колени Его Дрожали Он Целил Мне Прямо В Лоб Неизъяснимое Бешенство Закипело В Груди Моей Вдруг Он Опустил Дуло Пистолета И Побледнев Как Полотно Повернулся К Своему Секунданту Не Могу Сказал Он Глухим Голосом Трус Отвечал Капитан Выстрел Раздался Пуля Царапала Мне Колено Я Невольно Сделал Несколько Шагов Вперед Чтоб Поскорее Удалиться От Края Ну Брат Грушницкий Жаль Что Промахнулся Сказал Капитан Теперь Твоя Очередь Становись Обними Меня Прежде Мы Уж Не Увидимся Они Они Обнялись Капитан Едва Мог Удержаться От Смеха Не Бойся Прибавил Он Хитро Взглянув На Грушницкого Все Вздор На Свете Натура Дура Судьба Индейка А Жизнь Копейка После Этой Трагической Фразы Сказанной С приличной Важностью Он Отошел На свое Место Иван Игнатьич Со Срезами Обнял Также Грушницкого И Вот Он Остался Один Против Меня Я До сих Пор Стараюсь Объяснить Себе Какого Рода Чувство Кипело Тогда В груди Моей То Было И досада Оскорбленного Самолюбия И Презрение И Злоба Рождавшаяся При мысли Что этот Человек Теперь С Такой Уверенностью С Такой Спокойной Дерзостью На меня Глядящий Две Минуты Тому Назад Не Подвергая Себя Никакой Опасности Хотел Меня Убить Как Собаку И Бараниной В ногу Немного Сильнее Я бы Непременно Свалился С утеса Я Несколько Минут Смотрел Ему Пристально В лицо Стараюсь Заметить Хоть Легкий Сред Раскаяние Но Мне Показалось Что он Удерживал Улыбку Вам Чего Нибудь Совесть Господин Печорин Закричал Драгунский Капитан Вы Здесь Не Для Того Чтобы Споведовать Позвольте Вам Заметить Кончим Ты Скорее Неравно Кто-нибудь Проедет По Ущелью И Нас Увидят Хорошо Доктор Подойдите Ко мне Доктор Подошел Бедный Доктор Он Был Бледнее Чем Грушницкий Десять Минут Тому Назад Следующие Слова Я Произнес Нарочно С Расстановкой Громко И Внятно Как Произносят Смертный Приговор Доктор Эти Господа Вероятно Второпях Забыли Положить Пулю В мой Пистолет Прошу Вас Зарядить Его Снова И Хорошенько Не Может Быть Кричал Капитан Не Может Быть Я Зарядил Оба Пистолета Разве Что Из Вашего Пуля Выкатилась Это Не Моя Вина А Вы Не И 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 Право Это Совершенно Против Правил Я Не Позволю Хорошо Сказал Я Капитану Если Так То Мы Будем С Вами Стреляться На Тех Ж Условиях Он Замялся Грушницкий Стоял Опустив Голову На Грудь Смущенный И Мрачный Оставь Их Сказал Он Наконец Капитану Который Хотел Вырвать Пистолет Мой Из Рук Доктора Ведь Ты Сам Знаешь Что Они Правы Напрасно Капитан Делал Ему Разные Знаки Грушницкий Не Хотел И Смотреть Между Тем Доктор Зарядил Пистолет И Подал Мне Увидев Это Капитан Плюнул И Топнул Ногой Дурак Откажись От Своей Клеветы И Я Тебе Прощу Все Тебе Не Удалось Меня Подурачить И Мое Самолюбие Удовлетворено Вспомни Вспомни Мы Были Когда-то Друзьями Лицо У него Вспыхнуло Глаза Засверкали Стреляйте Отвечал Он Я Себя Презираю А Вас Ненавижу Если Вы Меня Не Убьете Я Вас Зарежу Ночью Из-за Угла Нам На земле Вдвоем Нет Места Я Выстрелил Когда Дым Рассеялся Грушницкого На площадке Не было Только Прах Легким Столбом Еще Вился На краю Обрыва Все В один Голос Вскрикнули Финит Алла Комедия Примечание Комедия Окончена Итальянский Язык Сказал Я Доктору Он Не Отвечал И С ужасом Отвернулся Я Пожал Плечами И Раскланился С секундантами Грушницкого Спускаясь По тропинке Вниз Я Заметил Между Расселенными Скал Окровавленный Труп Грушницкого Я Невольно Закрыл Глаза Отвязав Лошадь Я шагом Пустился Домой У меня На сердце Был Камень Солнце Казалось Мне Тускло Лучи Его Меня Не грели Не доезжая С лободки Я повернул Направо По ущелью Вид Человека Был бы Мне Тягостен Я Хотел Быть Один Бросив Поводья Опустив Голову На грудь Я ехал Долго Наконец Очутился Вместе Мне вовсе Незнакомом Я повернул Коня назад И стал Отыскивать Дорогу Уж солнце Садилось Когда я Подъехал Кисловодску Измученный На Измученной Лошади Лошади